Существуют люди, которых невозможно мотивировать или очень сложно, существуют люди, которые можно мотивировать и которые самомотивированы изначально, то есть очень активные люди. Проблема заключается в том, что, собственно говоря, мотивации, реальной мотивации взрослого человека, как и у ребенка, впрочем, как и у ребенка, фактически нет. По простой причине очень трудно доказать себе, что тебе нужен хороший август. А плохой учится с трудом. Вот такая вот странная дилемма. Такая странная вилка. Порк. Почему? Дело все в том, что мозг работает следующим образом. Грубо говоря, он пытается не понять и не допустить в себя никакой новой информации. То есть слегка пощекотать себе извилины, фильмом, какими-то интересными картинками, извлечениями, фактами. И потом успешно это забыть, то есть никак не использовать в дальнейшей жизни. Наша задача, как нормальных людей, обеспечить такие условия, при которых мозг научится адсорбировать очень многое из того, что мы читаем, видим, слышим. А не просто пропускать это мимо ушей. В одно ухо влетело, в другое вылетело. В один глаз влетело, из другого вылетело и так далее. То есть ничего реально успеха не дает. Для того, чтобы обмануть мозг, нужно научить его воспринимать любой вид речи, например, письменный, устный, то, что вы видите, слышите, читаете, повторяете за кем-то. Нужно превратить это, или пишите, нужно превратить это в комплексный процесс. То есть, чтобы, когда вы, этот ключевой момент, который не понимает методисты мира, that's great, что все хорошо. Anyway. Методисты мира придумывают разные истории. Например, если хочешь хорошо говорить, говори. Если хочешь хорошо писать, пиши. Если хочешь хорошо танцевать, танцуй. Не говоря о том, что если ты будешь этому учиться неправильно, то ты ничего не выучишь. Нужно обеспечить условия, при которых, когда мы что-либо, когда мы видим какой-либо текст, чтобы нам хотелось его прочитать, услышать. Соответственно, прочитать, услышать и записать. Когда мы записываем какой-то текст, нам нужно, чтобы нам одновременно хотелось пройтись по нему всеми видами, всеми другими видами речи. То есть, и услышать, как он звучит, и от себя, и от какого-то простого человека, и от какого-то супердиктора, суперактера, и чтобы захотелось его переписать и тому подобное. Когда повторяем текст за кем-то, нужно, чтобы захотелось его записать, разложить на буквы, как обычно, собрать. То есть, чтобы мозг не воспринимал различные формы работы с текстом, как с речью, как абсолютно разные процессы, то, что и происходит. Когда у одного человека получается нормально понимать письменный текст, но он не умеет говорить то, чем страдает большинство наших соотечественников, русскоговорящих и не только. Это как раз таки демонстрация, четкое проявление, манифестация, как говорят в английском языке, диспропорции в развитии различных форм речи. Связано это обычно, спасибо большое за ответы, связано это обычно с тем, что все виды речи в детском саду, в школе и в вузе преподаются абсолютно как раздельные, как различные. В этом-то и проблема. Периодически, как вы видите, требуются простые парни, типа Ельцина, типа Чернамырдина, типа Хрущева, типа Трумана, простого парня, простого рабочего. Требуется везде. Это никак не меняет отношение к нормальному человеку, базирующемуся на том, как он говорит. Если вы говорите плохо, простите, но меня не оставляет ощущение, что достучаться до мозга, вот я говорю, я даже не знаю, насколько я могу донести эту информацию. То есть я прекрасно знаю, что это самая важная информация, какая только есть. И это ее изложение. То есть это фактически истинные вещи. Но все, что говорится, буквально отскакивает от мозга. Мозг это отбивает, как мяч. По причине это не похоже на то, как это обстоит в обычной жизни, в других местах, в различных урасских школах, на курсах и тому подобное, на которых результатов никаких нет, но человек учится сам и достигает чего-либо сам, вопреки обычной деятельности преподавателя, который только мешает ему заниматься, мешает, растягивает процесс обучения, вымогает деньги и тому подобное. Потому что не в интересах преподавателя быстро обучить человека, потому что тогда придется искать нового человека. Попробуйте понять, что не в интересах стоматолога вылечить вам один зуб. Если кто-то не понимает простых вещей, таких как специалист, не заинтересован в том, чтобы поменять одну деталь и отпустить вас на год-полтора кататься в новой машине, что компьютерный мастер не собирается вам полностью наладить компьютер, потому что он хочет, чтобы вы приглашали его over and over and over, снова и снова. Та же самая история происходит и с преподавателями, и они превратились в заложников, особенно репетиторы, превратились в заложников собственной вот этой системы, системы растягивания, максимального растягивания срока обучения. Если бы они, как гувернанты или гувернантки дореволюционные, которые работали с великими княгинями и тому подобное, получали деньги за конечный результат по истечении года, например, мини-оклад или большой, был бы другой калинкор. Но испытания были объективными, в отличие от нынешнего мира. Сейчас испытания, извините, сейчас даже сдача теста, теста для поступления в англоязычное учебное заведение проводится иностранцами по лицензии. То есть люди приезжают и никаким английским не владеют. Ни один ребенок, никто не в состоянии учиться в Гарварде. Вам это ни о чем не говорит? Ни один, практически никого из тех, кто учился в российской школе, в российской или в СССР, в СССРовской школе, в спецшколе, в ВУЗе и так далее, даже в английской спецшколе, в Гарварде и ЕЛИ нет, просто нет. Вот просто так. Почему? Потому что база неправильная, неправильно учили. Я пытаюсь достучаться до мозга. Если мне не удастся достучаться до мозга, тогда единственным способом, главным способом достучаться будут две процедуры. Первое. Вы берете мои выступления и повторяете за мной то, что я говорю. Тогда вы сможете, большинство сможет достучаться до собственного мозга, если он не воспринимает на слух и отфутболивает правильные мысли. Это главная причина того, что ни у кого английский не совершенствуется. И родной язык тоже. Второй момент. Вторая версия того, как можно научиться, это просто поверить преподавателю и делать то, что он говорит. У вас два варианта. У всех два варианта в мире. Или поверить преподавателю, или каким-то образом проникнуться. Я, собственно говоря, не преподаватель, хотя, наверное, и преподаватель тоже. Я, собственно говоря, просветитель. То есть я доношу, пытаясь донести правильные идеи, никакие-то надуманные, никакие-то странные способы изучения языка, придуманные мной, для меня, работающие для меня, только на мне. Нет. Это усредненный вариант обучения неспособного человека. Потому что так получилось в жизни, что ко мне обращаются абсолютно неспособные люди. Неспособным обращаться некуда. Вот просто в мире больше некуда. Они могут только обратиться в монастырь. С ними возиться никто не будет. Что такое неспособный человек? Неспособный человек, в первую очередь, ни в состоянии, ни с пятого, ни с десятого раза освоить какую-то операцию. Или какую-то фразу при изучении родного языка. Простите, при изучении иностранного языка, в данном случае английского. Или не может расширить свой собственный словарный запас. То есть ты с ним разговариваешь, а он тебе, ты ему пришел и просишь его гулять с твоим бульдогом, а он тебе рассказывает истории про какого-то слепого попугая, плешивого попугая. Все проблемы людей заключаются в том, что они плохо понимают товарищей по жизни на земле. То есть товарищей в своем окружении. Все рассказы, Карнеги, о том, как влиять на окружающих, как заводить себе друзей, наталкиваются опять же на плохую, ненормальную, устную и письменную речь. Все надежды разбиваются. Подавляющее большинство людей не понимает, ему этого не сказали, им это не сказали, ему большинству это не сказали, что они разговаривают так, что вызывают глухое раздражение у 90-95% слушателей. Поэтому они не смогут стать не, как говорит тот же парабеллум, инфобизнесмен, рассказывает, напишите книгу, начните выступать, и у вас все будет развиваться. Проблема не в этом, проблема в другом. Как научиться нормально разговаривать? Разговаривать так, чтобы вас слушал любой человек, и ему это нравилось. Не важно, что вы говорите. То есть речь идет о стиле речи, о нормальном стиле речи. Так вот, вот эти нюансы обычно скрываются педагогами, скрываются лекторами, бизнес-тренерами. Бизнес-тренер – это человек, который вам говорит, сделайте вот это. Если он сделает это за вас, извините, вы ничего не выучите. Это называется такой псевдо-коучинг. Если вы сможете каким-то образом пройти схему, которую вам дает известный тренер, в любой области, и в нашей сфере филологической, лингвистической тоже, это все равно не дает никакой гарантии, что вы что-то освоите. Потому что первый и главный факт – английский или русский язык, и вообще любой язык мира не учится на той основе, на которой его пытаются преподавать. Это факт. То есть для того, чтобы он начал нормально усваиваться, слова должны быть до такой степени разбиты на составляющие и объяснены, и должно быть показано, как проговаривается каждый звук, нужно добиться нормальной имитации речи носителей языка, образованных носителей языка, выпускников Гарварда, кого угодно, но нормального представителя высшего класса общества. Не имеет никакого смысла и абсолютно невозможно сначала выучить пролетарский английский, и никаких способов, кроме того, что мне удалось разработать, чисто случайно, никакого способа перехода из пролетарского на класс, из пролетарского рабочего класса, рабочего английского, на класс выше, например, middle class, никаких способов не существует. Всю жизнь Джон Леннон говорил, все, что я пытаюсь делать, это пытаюсь научиться, пытаюсь попасть по манерам и по языку, пытаюсь попасть в средний класс с уровня бортового грузчика. Это говорил величайший, как вы знаете, певец, но он пел не как нормальный человек. Нормальная разговорная речь звучит скомканно, то есть, например, сейчас напишу вам. Вот фраза, если ее не транскрибировать, нормально не показать, что произносится, произносится, произносится «You know what I'm talking about» вместе. «You know what I'm talking about» — это все равно не нормальная еще скорость. То есть, нужно ее довести до нормальной. А нормальная скорость — это просто переспрос, такой бесконечный паразитический переспрос, который отличает, который умеет исполнять любой носитель языка и не умеет исполнять никакой из иностранцев, кроме тех, кто или родился в англоязычной семье, в приличной семье, или вращался в приличном обществе. Если просто жил в любом районе и общался с обычными детьми, никакого нормального английского ребенок выучить не в состоянии. То есть, преподаватель английского не в состоянии произнести вот эту фразу на нормальной основе, с нормальной скоростью. «You know what I'm talking about» — 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 «Попробуйте сами». Это вот нормальная скорость речи — 350 слов в минуту. Покажите мне как. А никак. Дайте фразу преподавателю, мы посмеемся вместе. Тут доказывать нечего. Это как психопат, то есть сумасшедший, притворившийся, надевший белый халат, притворившийся гинекологом. Представляете такую ситуацию? А такая история была в Кисловодске. Сумасшедший проник в 7 утра в женскую консультацию, надел белый халат и начал прием, на который чуть-чуть не попала моя мама. Дальше. Теперь, сегодня я хотел вам показать, как эффективно совершенствовать английский родной языки себе и своим детям. Да, да, да. Преподаватели языка — это приблизительно такие же сумасшедшие халаты, надевшие преподавательские очки и сделавшие умное лицо. Они такие же точно люди, как и мы. Если они что-то выучили, они выучили просто за счет того, что они дольше этим занимались. Великий комщий строил в России, учитывая опыт старой интеллигенции, воспитал некоторое количество новой. То есть была сделана попытка быстро воспитать интеллигенцию, довольно успешную, хорошо разговаривающую, грамотную. Вы прекрасно знаете, как пишут, как хорошо пишут люди, которые обучались в 40-е, 50-е годы. Прекрасно пишут, почти нормально говорят. Нормально и идеально говорят актеры, говорят природные аристократы. Ну, например, граф, как говорил граф Толстой. Возможно, Михаил Афанасьевич Булгаков. Мы не слышали, я не слышал, о ком говорить. Может быть, нормально говорил Троцкий. У Ленина, естественно, были дефекты речи, дефекты различного рода, дефекты мозга, как вы прекрасно знаете. Писал он всякую галиматью и чушь, но, как кто-то правильно заметил, волны истории сделали Ильича с помощью Урицкого вождем мирового пролетариата. Хотя бы на бумаге, хотя бы в лозунгах. Таким же образом, любой человек, никакого единовластия в странах капиталистических, никакого практически нет и быть не может. Поэтому, с дальнейшим исключением, есть очень влиятельные люди, но всегда правят коллегиально. Если решат избрать Иванушку-дурачка, то изберут. Но работать с ним будут умнейшие люди. А кто такие умнейшие люди? Умнейшие люди – это класс помощников депутатов, конгрессменов и сенаторов. Люди, которые сидят в парламенте и никуда не уходят. Независимо от того, кто представитель какой партии занимает какое место. Независимо. Когда Ельцин выгнал всех коммунистов из Белого дома, я прекрасно помню эту историю, оказалось, что работать некому. Я имею в виду секретарей. Подготовить их невозможно. Вернул всех. Таким образом, преемственность достигнута. Как работали старые кадры и их дети, родные и близкие по знакомству. Как руководили. Вот этим средним звеном занимались бумаготворчеством, законотворчеством и тому подобное. Так они и работают. Ничего не изменилось. Ни в одной стране ничего не изменилось. Я имею в виду бывшая страна Советского Союза, бывшая в бывшем государстве. Но ничего, те же самые лица, те же самые люди, это те, кто реально правит и влияет на политические процессы. Вы очень хотели, чтобы я вам осветил эту тему. Я как лектор общественного знания на различные темы. Это моя первая работа. Да, я буду очень рад. Вместо того, чтобы рассказывать практические вещи о том, как учить язык, буду отвечать на всякие политизированные вопросы. С удовольствием. Я шучу. Для того, чтобы предотвратить возрастную деградацию, я чуть-чуть по вершкам. Есть вершки, а есть корешки. Чуть-чуть по вершкам информации. Возрастную деградацию мозга и, естественно, организма нужно обеспечить введение в организм, в мозг, новой. Мозг – это тоже, конечно, часть организма. Но мозг – это чужеродная часть организма, которая неизвестно, как туда попала. Мои ученики, я уже это говорил пару-тройку раз моим ученикам, они это знают. Но это все равно трудно осознать, что мозг не желает воспринимать новую информацию. Что происходит? Все, кому старше 14, уже слушают с трудом. Слушают с неохотой. Даже если они учатся по своей любимой профессии. Их многое уже раздражает. То есть они считают, что они знают. После того, как наступает полное формирование мозга, у многих оно заканчивается в 14 лет, у многих 25. 25, пожалуй, это максимум. После чего мозг перестает воспринимать чужие мнения. Если с ним специально не работать, и он перестает быть приятен. Если его до этого не разработали. То есть если он не разработан 25 лет, человека 25 лет или старше, человеку уже практически невозможно ничему научить. Никакими традиционными способами, которым все привыкли в школе. То есть его нужно любым способом. В мозг нужно любым способом вливать новую информацию. Обновлять информацию мозга. Короче говоря, устанавливать обновление. Кому понятно то, что я сейчас говорю, поставьте, пожалуйста, плюс. Спасибо, друзья. Как любым образом можно обмануть мозг. Просто еще пара картинощек. Очень трудно поверить, но мозг нас обманывает. Он делает вид, что усваивает информацию. И вы это прекрасно знаете. Но как мысли, как и другие мысли о нехорошем, нехорошие мысли, пытаетесь от них избавиться. Весь мир играет странную игру, которая называется бесполезное общение. Оно не развивает ничего решить на ничем. В англоязычном мире вообще дошло до того, что взрослые люди встречаются, общаются на одну и ту же тему, уходят с тем же самым мнением, с которым пришли. Это даже нарочно не придумаешь. Это абсолютно так и есть. Мы проводили исследования в Америке, что происходит на разных уровнях. Достаточно того, чтобы в речи, в вашей речи, появилось 3, 4, 5 неизвестных собеседнику термина, чтобы весь разговор мозгом не записался. Он не записывает непонятные ему вещи на слух. Как сделать так, чтобы мозг записал непонятные ему вещи? Их нужно прочитать различными способами и записать ключевые слова, диктуя себе слух. Это такая мелочь. Но, ну казалось бы, мелочь, да? Не просто берете ручку в руку и говорите, мышка, и просто пишите про себя, говоря, мышка. А говорите сначала, мышка. Мышка из чего состоит? М-э-э-ш-э-к-э-а. И потом пишите, мышка. Казалось бы, мелочь. Но вы обманули мозг, вы ввели в него очень устойчивый вид информации. Он от него избавиться не может. Он свободно избавляется от всех видах усвоения, к которым вы привыкли. Скорочтение идиотское, НЛП-шные проходы, мега-память, какие-то чемпионаты мира, какие-то 25-е кадры, традиционный мусор не может работать. Не может, никак не может работать, если он не основан на том, что то, что вы слышите или видите, мы в состоянии воспроизвести. То есть, если вы простой воспроизводитель, то есть, вам говорят одно, а вы повторяете своим голосом собственной манере, то есть, а бы как. Вам говорят, произнесите что-нибудь на уровне Анны Карениной, на уровне актрисы, играющей Анну Каренину, или станцуйте что-нибудь на уровне той же, не знаю, Волочковой, ну, Хрисецкой, ладно, Прима-балерина. Все, что вы можете сделать, это изобразить, не знаю, полные доумения, а как я это могу сделать? То есть, изобразить суперспециалиста мы не в состоянии. А способ, способ есть. Есть способ, это продемонстрировать, как на замедлении проговариваются различные формы языка. И потом показать, как из этого формируется нормальная устная речь. То есть, как бы разобрать на составляющий мыслительный процесс или процесс чтения разговора и собрать его заново. Это и есть метод шествия. Разобрать на слова в школе речь всем помогли. Английские и так безобразно начали проговаривать по словам, все слова неправильные. А собрать не смогли. Это как, я как-то разобрал худильник, и при сборе остались, при попытке его собрать, остались какие-то части. Многие с этим сталкивались. Это как маленький мальчик в Нью-Йорке носитель языка. Говорит, если что-то сломается, 9 лет, сразу ко мне. Типа, Миша мастер, Майкл мастер. Если где-то кого обижают, сразу ко мне. Я тут же надену плащ супермена и разберусь с негодяями. Вот такой мальчик. На самом деле ничего этого не происходит. Информация не усваивается. Мозг ничего аксорбировать не в состоянии. Таким образом, хотим мы этого, не хотим. Но это, знаете, напоминает воздействие рассказа о никотине. Ядах, которые содержатся в дыме. Там 25 смертельных ядов. Человек кушает и курит. Это очень похоже на ситуацию с наркотическим привыканием к идиотским мнениям на тему, как нужно учиться. Нам всем внушили неправильные способы освоения информации. Если это касается любой гуманитарной сферы. Если это касалось сборки, распорки автомата, авиатвигателя. То есть, если среди вас есть специалисты из Института инженеров гражданской авиации, например. МАИДА, Плеханово и других учебных заведений других государств, конечно, тут проблем нет. Что-то техническое, техническую сферу, если это ракета. Там эти категории непонять невозможно. Если ты там обучаешься, то есть термин значит термин. Раструк значит раструк. То есть, все, кто работает в этой сфере, договорились. Потому что это техническая сфера, а не гуманитарная. Договорились, что вот это устройство будет называться вот так. И все под этим подписались. Это как в Советском Союзе унифицировали все запчасти для Жигули. То есть, они подходили для всех марок, к примеру. Одни и те же болты, для всех этих нескольких, не знаю, миллионов машин. А как только речь идет о гуманитарной сфере, начинаются проблемы. А проблемы заключаются, как я уже сказал, именно заключаются в том, что в гуманитарной сфере у всех свое представление о том, что, как ты должен учиться, свое личное представление о процессе. То есть, можно сказать, что у любого русскоязычного интеллигента существует свой метод изучения языков, свой метод изучения машинописи или письма. То есть, все считают, что они уже умеют говорить, что глубоко не так. Нужно говорить и писать так, чтобы это нравилось, нравилось тем, кто вас слушает. То есть, нужно постоянно обогащать голос, постоянно обновлять и расширять слова методов. Второй слайд, пожалуйста. Алгоритм изучения английского языка по методике Шестер. Методика шире слова метод. То есть, методика это уже почти педагогическая система. Впервые в истории педагогики в кратчайшие сроки учимся правильно читать текст на английском языке. Улучшаем параллельно или в любой последовательности технику чтения на родном языке. Неправильная техника чтения не дает возможности достучаться до мозга, чтобы он что-то запомнил. Это практически всем известно. Мне каждый день звонят люди, люди, умудренные огромным опытом, которые попытались нарушить естественный порядок вещей. То есть, поклонялись не тем богам, то есть, лше богам получили. Сколько бы они ни занимались, они не достигли никакого результата. Речь идет о том, что на курсах, в школах и вузах, даже лингвистических и педагогических, и дипломатических, не учат нормально произносить слова ни на родном, ни на английском языке. Есть арабисты, есть специалисты по корейскому языку, но английский сложнее, один из самых сложных языков мира по всем параметрам. Поэтому и нет. Раз нет, значит, результатов тоже нет. Логично. То есть, откуда будут результаты, если носители информации, которые готовы с нами этой информацией делиться, то есть, педагоги, не в состоянии нормально, сами нормально воспроизводить английскую речь и даже нормально говорить на родном языке. Так, чтобы их слушали, а не мерзким голосом попеть, поговорить, что-то рассказать интересное, рассказать веселое, порадовать людей, порадовать окружающих своей дружеской шуткой и своей натурой. Для того, чтобы, в кавычках, сдвинуть или сдернуть мозг из состояния деградации, а он находится в состоянии деградации, хочется нам этого или нет, но каждый день, каждый день количество информации, обрабатываемой мозгом, обрабатываемой мозгом сокращается. Незаметно, как если нагревать воду в котле, посадив туда лягушку, постепенно нагревать воду в котле, лягушка постепенно сварится. То есть, человек постепенно дойдет до деменции, при которой он будет слушать шество, но на все, что я говорю, будет отвечать. Да это все, да что это такое, да я возьму сейчас учебник Бонг, и сейчас я все выучу, если мне понадобится. Да я пойду в школу Берли, или по жульническим, позанимаюсь по материалам Пимстера, ничего не соображая, ничего не выучив, но свято веря, что это, что такое существование. Меня тоже, когда обманула пропаганда, я думал, что как только я окажусь в англоязычной среде, я тут же пойду на курсы Берли и научусь свободно разговаривать. Правда оказалась ужасной. Разговаривать нормально, разговаривать нормально так, чтобы мне дали возможность просто преподавать в школе или в вузе невозможно. То есть, меня могут взять, или математика российского, украинского, казахского, взять на работу, только на подмену, и дети будут писать жалобы и пытаться его уволить, вас уволить, его работника. Потому что слабо понятно, что он проговаривает. А раз слабо понятно, значит он не догоняет, значит он тупой. Это обычная perception, это обычное восприятие действительности. Когда рафшаны или джамшут говорят, насяльника усингисханы пеля тхияйсы, а не двя тыва. И поэтому, вы меня извините, но возникает ощущение, что ребята дебилы. Даже при том, что они в родном языке очень бодренько, точно, четко, красиво общаются. Но, как только они переходят на незнакомый язык, и как только они демонстрируют непоставленную речь, зритель с радостью приходит к выводу, что перед ним дебилы, то есть перед ним люди хуже него. А это все, что требуется показать, или же голливудский фильм, или же недостижимые различные сказочные персонажи, не пробуют сделать это дома, потому что трюки выполнены профессионалами, люди любят это смотреть. Или же любят смеяться над шутами, которые ведут себя и делают все хуже, чем они. Вот, в принципе, и все. А им не хочется смотреть точно на таких людей особо. Таковыми являются они сами. Но, тем не менее, когда человек хочет улучшить русский или английский, он почему-то думает, что у него уже нормальный голос. Это как волк, который заявил собаке, после того, как он хорошо объелся под столом в старом мультфильме, кажется, 70-го или 80-го года, про собаку, которую изгнали из дома, говорит, сейчас как спою. Вот это сейчас, как спою, это уверенность волка и уверенность обычного человека в том, что он уже умеет произносить звуки и английского, и русского языка. Эта уверенность подогревается так называемыми педагогами, преподавателями. Она приводит к тому, что человек ориентируется на себя. А может быть, это неинтересно. Мозг хорошо воспринимает нечто, явно отличающееся от собственных канонов поведения. Но, если человека поставить в эти условия, например, начать показывать ему клоунское представление, или как работает Супермен, Супер Бэтмен в фильме, то есть делать нечто сверхъестественное, научная фантастика и тому подобное, Вопрос заключается в том, что после того, как мозг, как я уже говорил, потешится, он об этом опять же забудет. Он практически ничего от этого не получит, никакого пробку, кроме как потешится. Вот это потешение, это и есть то, чего от нас хотят правящие классы всех стран мира. Чтобы мы, вместо того, чтобы совершенствоваться и выводить себя и своих детей на уровень, вводить их в правящий класс, каким-то образом воздействовать на решения, которые принимаются в обществе, вместо этого развлекаются, развлекаются. Как я уже говорил, постепенно, чтобы человек постепенно, после того, как он получил образование, он спокойно отработал и спокойно деградировал, никому не мешал жить. Не мешал руководить, не мешал жить, а занимался своей обычной деятельностью. Был обычным винтиком, как поет Пинкорли. We don't need your education, we don't need your thought control. Да? Премя, да? Anyway, как бы там ни было. Так вот, пункт третий. Все, что нужно для того, чтобы обеспечить создание нормального, нового, а не залатанного, старого, заштопанного, языкового, неправильно сформированного в детстве поля, я не виноват, что нас и наших детей обучают неправильно даже родному языку. Но так получается, что у них не разработанный речевой процессор в родном языке, что разные формы речи не объединены вообще никак. То есть, читаешь текст листа, это один файл, слушаешь, это другой файл, говоришь третий, излагаешь что-то услышанное четвертый, пишешь сочинение пятый, переписываешь что-то шестой, и так далее до полного безобразия. Это разные виды деятельности. А они не должны быть разными. Они должны быть одним, единым комплексом, чтобы когда мы занимаемся переписыванием, мозг работал по всем остальным видам обработки информации, со всех сторон, в кавычках, обсасывал этот текст. Чтобы когда кто-то говорил, нам хотелось это записать, произнести, воспроизвести, включить словарный запас и на базе этого создать новое. То есть, то, ради чего существует человек, и ради чего существует человечество. И для того, чтобы из пустого порожнее перегонять, а чтобы создавать новое. Не рассказывать одни и те же факты, как ученый-дворник Чехова, который говорил Федор, я, признаться, климатом очень недоволен, московским, и хотел бы на градусник посмотреть, говорил Федор. Не знаю, что такое градусник. То есть, достаточно неправильно разработанного, достаточно красивее, точнее, как пытаюсь выразиться, достаточно не объединить виды речи. И человек не опасен для правящих классов. Он никуда не поднимется. Ни он, ни его дети. Потому что он будет учить своих детей по своему образу и подобию. Для того, чтобы... Для чего были созданы детские сады? Они были созданы Сталиным. Я имею в виду компартию. Для того, чтобы детей изымали от неграмотных родителей, и обучая их всех хорошо. Вот представьте себе, что ребенок не общается с другими детьми, а целыми днями сидит с какой-то... О таких ситуациях было, было много. Или невнятно разговаривающий на том языке, на котором вы хотели бы, чтобы разговаривал ребенок. О том, чтобы няня или сам родитель разговаривал на нормальном английском, и говорить не приходится. Да никого даже близко, близко, похожего на Познера, близко в стране практически. Ни дипломата, никого. Причина. Никогда не пытались поставить речь по актерским образцам. Те, кто пытались, давно уже кто-то. Если кто-то хочет попасть в парламент, прочитайте на родном языке две-три книги и начните общаться с политикой. Вы увидите результат. Но прочитайте так, чтобы звучал не свой голос, а что бы, который надоел мозг, он не хочет его воспринимать. Проблема восприятия речи, это есть ключевой момент, который, видимо, ждали. Проблема восприятия речи заключается в том, что услышанное переводится в свою систему кодов. То есть перепроизносится мозгом своими терминами и как бы своим внутренним голосом и абсолютно не усваивается, потому что мозг знает и ведет себя так, как будто он уже полон информации, ему не хочется больше тратить энергию на дополнительный ввод информации своим голосом. Поэтому, когда человек начинает читать, мозг загоняет его в условия, самостоятельно читать слух или про себя, загоняет его в условия, чтобы это вырабатывало различные гормоны, там, счастье и тому подобное, но при этом не доходило, не усваивалось, не разбегалось по нейронным сетям, чтобы преобразование синапсов новой информации никуда не попадало. Для этого достаточно не дать мозгу понять, что для того, чтобы загнать в него, в кавычках, загнать в него достаточное количество информации, нужно слитно читать слух подряд, без остановок, после отработки, конечно, техники речи, нюансов техники речи, а 30 страниц, 300 страниц читаете и формируется база, к ряду, без оговорок, без телефонов, без смс, без ничего, без какого-либо, какого-либо отвлечения. Это не постоянная работа, не пугайтесь, этого не нужно делать каждый день, это можно делать раз в месяц, но если вы раз в месяц не прочитали, или раз в год не прочитали 400 страниц, диктором, который говорит в десятки раз лучше вас, у вас будет продолжаться деградация мозга. Деградация мозга, то есть, сознание понимает, что нужно, что с мозгом что-то происходит, что все укушается, все опции и функции, а подсознание, а то есть, сам мозг не хочет себя бережет, бережет от любого перерасхода энергии. Кто запасает жир, кто запасает жир в организме, как вы думаете, организм, да? Мозг запасает, потому что он обманут, ему кажется, что, ему все время кажется, что завтра еда исчезнет, как это и было в древние века, в древности. Еда исчезнет, увидел еду, съел, еще увидел, полкусок мамонта, съел, сидишь, как волк с огромным этим брюхом, еле-еле ползаешь уже. Это и есть подход. Это уже древние отделы мозга, инстинктивный, как выжить, и эмоции, 35 эмоций и древние инстинкты. Выживание, доминирование и размножение. И на вот, вот на эти три вещи тратится львиная доля энергии. Для того, чтобы заставить мозг перераспределить энергию, перераспределить энергию и научить его объяснить ему, что это важно, что важно, чтобы он сам себя не убил, защищая себя от новой информации. Нужно ввести, вводить в него абсолютно чужую информацию, чужеродную, но в форме, похожей на красивую, четкую и правильную разговорную речь. Не на банальное чтение вслух всякой галимонии, как нас научили неправильно читать в школе. Вот то, как нас научили читать в школе, почти всех не дает пользы, поэтому мы не читаем вслух. Потому что чтение своим голосом, даже те, кто научился читать нормально слитные места, нормальная скорость, все равно не совершенствуют, в нормальной степени не совершенствуют мозг и речь, и свой словарный запас и уровень эрудиции на автомате не совершенствуется, а тоже продолжается небольшая деменция, да, такая, маразм так называют. Потому что человеку не сказали, что он должен читать чужим голосом, то есть он должен чуть-чуть поменять тональность, хоть как-то, хоть чуть-чуть, а он не меняет, он разговаривает со своим голосом. месяц произносится там «let me see», ну, к примеру, при самом скудном таком рационе 50 тысяч слов. Если вы произнесете, просчитаете 25 тысяч слов в месяц, это будет не ваша речь, не то, что вы высказываете, это будет какое-то произведение Достоевского, то мозг не даст вам возможности выйти за пределы вашей нормы, месячной нормы, проговаривания своим голосом. Он просто вас, он вам закроет рот и вы будете ходить и молчать, потому что вы уже выполнили норму проговаривания материала в день своим голосом. Это же очевидно у Аксов. Школа памяти давно занимается всякими. Ничего это не дает. Что это может давать? Расскажите мне. Какая практическая польза от этого? Что вы что-то помните без бумажки, что вы от этого становитесь умнее. Освоение любого количества слов в день, во-первых, никому не нужно. Потому что оно ничего не дает. Никого не интересуют отдельные слова. Всех интересуют слова в контексте. То есть, если вы не понимаете слово, вы не должны от него бросать эту книгу, как вы обычно это делаете. Когда Шестов что-то неправильное говорит с вашей точки зрения, это невозможная вещь. Даже абсолютно понятно, что я говорю истину, вот до такой степени все истинно. И вдруг на этом фоне начинают казаться. А ведь другие-то люди тоже что-то говорят. Конечно, у них тоже есть рот. Тоже есть рот, два глаза, безусловно. Они тоже имеют право говорить всякую ерунду. Никому не нужны запоминания никаких слов. их использовать невозможно. Где? Как? Вы будете ходить и говорить банан, обеденана, таракатица, муха. Что вы будете делать с этими словами? Вы их будете солить. Это придумали хитрые люди для того, чтобы устанавливать рекорды мира и зарабатывать на этом деньги. На том, чтобы учить вас к тому же. Это один из видов деятельности, типа прыжков езды по пересеченной местности по городу на велосипеде. Прыжков с крыши на крышу. Их очень легко сломать шею. Понимаете? Это такой же вид деятельности. Научите этому. Это бессмысленный вид деятельности. Такой же, как им является скорочтение, которое ничего не дают. Медленно читаете. Вы медленно читаете, уже материал не усваиваете, если там попадаются незнакомые слова. Для того, чтобы усваивался материал, нужно работать по другой схеме. Нужно сначала прочитать абсолютно незнакомые текст, нежеланный для вас, не любимый, неинтересный текст, очень милой улыбкой, радостно и эмоционально. Для того, чтобы загрузить эту информацию в мозг. А потом уже сидим и смотрим, что мозг с этой информацией сделал. А не изменил ли он наше глупое мнение на тему «Сейчас попробую что-то выучить». Мозг не учит никакие тысячи слов и не извлекает эти тысячи слов. Он учит, учится в, как же вам сказать, спорадически что ли. То есть он извлекает информацию. Мы не знаем, когда и кем он извлекает информацию, какая польза будет от этого извлечения. Нам нужно, чтобы с помощью чужих связок слов, произносимых слитно, из мозга. Мозг сделал себя билингвальным, если читает на русском, на английском текст. Сам был, на каком языке он находится. И полностью выровнял и сделал абсолютно идеальный, создал, кто работал свой пищевой процессор. И чтобы этот пищевой процессор можно было добавлять любую другую информацию. Информация добавляется не на пустое место, а куда-то. То есть, если человек освоил что-то новое, но при этом он не читал, он не работал по чужим образцам, а пытался это произносить своим голосом, если он выучивает новое, он забывает что-то старое. То есть, у него есть capacity, certain capacity, конкретная, конкретная, что ли, мощность, мощность, которую он может загрузить, емкость, которая может загрузить информацию. Если вы загрузили в него тысячи слов шизоидными различными методами, как это делал профессор доктор Лозанов, у него все ученики от такой загрузки умерли от мутации рака и тому подобное, 35 разведчиков и стюардесс добровольцев, все умерли при попытке изучить, бить себе в голову своим голосом чужие слова в больших объемах. Эта информация есть у меня на сайте, вы можете почитать. Давайте я вам сейчас сброшу ссылочку. Идите, почитайте. Разговор сам с собой разговор отличный, отличная вещь. Разговор сам с собой это еще один вид речи. Вы абсолютно правы. Отлично, просто замечательно, что вы на эту тему хорошо задумали. По методу Лозанова не могли учить Иван своим голосом чрезмерное количество информации для мозга вредным. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Предыдущий слайд, пожалуйста. Четвертый вид сейчас я вам закончу. После этого пользуюсь идеальным параллельным переводом этой же книги. Идеальным, прошу понять, прочитать и переписать ее. Пусть это будет небольшая книга, там 20-30 страниц. Слух по словам, фразам и предложениям. Диктовать слух можно по словам. Можно не переписывать фразы и предложения, но диктуем себе по словам и слова по буквам. Предел прочтения в день. 160 слов на странице, то есть типичная книга. Это половинка А4. И где-то, ну, наверное, страниц 100-200 максимум. Ну, примерно так. У Лозанова обеспечили прослушивание людьми, пусть еще не начинали огрызаться, буквально десятков тысяч, тысяч раз в день, что вызвало мутации мозга. Ни один человек не научился говорить по громаде. Люди просто просят повторить свой путь. Грамматика это дополнение. Грамматика не охватывает всех случаев слова употребления и тому подобное в языке. Очень плохо описывает различные явления в речи. И на высоких уровнях грамматисты между собой полностью перессорились давно. Как в русском, так и в английском и в украинском. Перессорились. То есть они не согласны и у них все в голове разные системы правил, чтобы вы знали. Поэтому о какой грамматике идет речь я даже не понимаю. о какой грамматике Продолжение следует...